МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время Великого Поста важно привести в порядок душу и мысли. На помощь придут изображения святых. Испокон веков иконы особенно почитались и служили проводниками в мир духовного. Именно поэтому они достойны лучшего обрамления. Иконы бывают разные. Есть современные варианты, есть старинные, которые хранятся и передаются из поколения в поколение. Один из самых простых вариантов оформления иконы на дереве является такой вариант. Мы предлагаем использовать бадет российского производства, сосна. Он имеет достаточную глубину, чтобы можно было икону вложить. Стекло вклеивается в раму бадетную, и оно не соприкасается с ликом. Оформить икону, как подобает, значит выказать уважение к предмету религиозного значения и подарить ему долгую жизнь. В вакууме под стеклом образ защищен от воздействий окружающей среды, поэтому есть все шансы сохранить семейную реликвию. Но поместить икону в глубокую раму не единственный способ. Киот вообще слово произошло от древнего греческого слова «ящик», что и означает специальный ящичек с украшениями для сохранности иконы. Можно оформить икону в глухой киот, но для намоленных образов открывающийся киот будет куда лучшим решением. Особенно для людей верующих. Всегда можно достать и прикоснуться к святыне. И уже внешняя часть имеет более ажурное исполнение, по цветовой гамме подходящее к выбранной иконе. К старинной иконе особый подход и бережное отношение. Очень часто дерево деформируется. Чтобы скрыть дефекты, используется двойная рама. Внешний багет скрывает неровности и уравновешивает композицию. Лик иконы не должен соприкасаться ни с чем. И, соответственно, со стеклом тоже. Двойная рама нам позволяет разместить стекло между двух багетов, и оно не соприкасается. Икона вот не тронута. Не менее дороги сердцу иконы, вышитые крестом или бисером. В них мастерицы вкладывают душу, ждут благословения батюшки и только потом приступают к кропотливому труду. Для их оформления подходят варианты с паспорту или кантом. Также объемные бисерные изображения помещают в двойные рамы – ажурные, искусно состаренные, золоченые или с патиной. Это придает образу необходимую глубину. Мы, как бы, со своей стороны, как профессионалы, рекомендуем оформлять икону с музейным стеклом. Опять-таки, для чего? Оно более прозрачное, она обеспечивает более длительную защиту по сравнению с обычным стеклом. И икона смотрится живой. Подобрать багет в тон основной гаммы. Совместить рамы так, чтобы они подчеркивали сияние лика. Защитить старинную икону от капризов внешнего мира. Дела, быть может, житейские, но красота и порядок в душе начинаются с порядка в простых вещах. Тогда и главной цели достичь будет значительно проще. Арт-предприятие «Антураж». Художественное оформление вышивок, фотографий, зеркал и объемных коллекций. Наши специалисты подарят вашей семейной реликвии новую жизнь. На оформление икон действует скидка 10%. Адреса. Проспект Ленина, 79, Университетская набережная, 92. Ну а сейчас я предлагаю окунуться в историю. И узнать, в чем щеголяли барышни в 50-х годах. После военные годы Европа постепенно возвращается к привычной жизни. Одежда в стиле милитарей уходит на второй план, уступая место удлиненным юбкам-клёш, свободным лозам, бантам и валанам. Появляется стиль нью-лук, впоследствии ставший визитной карточкой дома-мода Кристиана Диора. К женственным платьям дизайнеры создают обувь на шпильке. Но в Советском Союзе все обстоит совершенно иначе. Мода на тонкий каблук придет к нам лишь в начале 60-х. Это характерное отличие сыграла Вторая мировая война. Вот что говорить, нашей стране досталось больше всего. Известны те факты, что в семье были, допустим, одна пара валенок, и пока один старший ребенок шел в школу, то остальные сидели просто дома, им не в чем было в лютые зимы, в снег, в мороз, выйти на улицу. Галоши в те времена – незаменимый элемент обуви. По разбитым дорогам иначе невозможно пройти. Специально для женщин создаются резиновые ботики. Литые с высоким взъемом, по форме напоминающие полосапожки на танкетке. Одевались они поверх туфель на каблуке. Нижняя часть ботика – резиновая, верхняя – выполненная из шерсти. Окантовка натуральным мехом. Но самое интересное было внутри. Смотрите, из этого ботинка мы достали еще одну туфельку. Вот такая вот туфелька, которая предназначена была именно для этого ботинка. Обращаем ваше внимание, эта миниатюрная модель 35-го размера предназначалась точно не для золушки. В 50-е годы это был средний размер. Носили только в помещении, так как подошва была из натуральной кожи. А вот какие еще модели были популярны. В 50-х годах высокий каблук считался максимум 6 см. Похожий на такую форму, только он был гораздо изящнее. Очень тонкий, изящный. Иначе их еще называли каблучок в форме рюмочки. В следующей программе «Дела домашние» мы поговорим о модной обуви 60-х. Если у вас сохранились интересные экземпляры и вам есть о чем рассказать, звоните к нам в редакцию и переносите раритетные экспонаты в музей моды. Сейчас купить качественные вещи – большая проблема. Чтобы сэкономить, производители выбирают дешевые материалы и все коллекции отшивают в Китае. От этого страдает качество. Поэтому российским женщинам приходится учиться шить сами. Все мы в детстве шли платья для любимых кукол. Мама говорила – великолепно, ты будущий модельер. А почему бы и нет? И многие девушки уже, будучи взрослыми, с удовольствием осваивают швейное искусство. Ведь это и захватывающий процесс, и креатив, и, конечно же, новый гардероб. Ольга отмеряет ткань для новой юбки. Сегодня для нее создать такую вещь проще простого. Пришла пора выходить из декретного отпуска. И я раньше работала в сфере банковских услуг, то есть кредитный менеджер. Ну, то есть это такая достаточно однообразная работа. А мне всегда нравилось что-то творить. Начала с легкой одежды, потом пошла на верхнюю одежду, ну и все меня затянуло. Мы строим свои конструкции, лекалы и обучаем конструированию на компьютерных специальных программах. Это наш конек. Безусловно, наши слушатели имеют возможность получить конструкции с идеальной посадкой. И они имеют прекрасную возможность научиться здесь самим этому мастерству. На первых порах студентки учатся базе. Осваивают строчки, познакомятся с оборудованием. Шьют свои первые изделия. Платья, юбки, блузы и даже жакеты. Те, кто решил идти дальше, постигают мастерство создания верхней одежды. Кстати, многие приходят на курсы именно во время декретного отпуска. Появляется свободное время, желание творить, а заодно одеть себя, малыша и даже супруга. У них таким азартом все это получается. Опять-таки творчество. Чем больше вот этой радости будет приносить каждый сделанный шажочек самостоятельно, тем лучше будет получаться. Пошла для себя, потому что мне нравится очень много моделей, одежды, которые я не могу приобрести, допустим, в магазине или меня не устраивает, как в ателье. Поэтому я решила сама. Белье, купальники, корсеты – следующая ступень для Анастасии. Курсы шитья помогли открыть себя с новой стороны и полностью погрузиться в творчество. Теперь она мечтает о собственном бизнесе – создавать нижнее белье для наших женщин. У Ольги Даруниной тоже наполеоновские планы. Она училась шить для себя. Сейчас одевает всех своих знакомых. Бирюзовое пальто. Меховой жилет. Платья и юбки, которые идеально сидят на миниатюрной фигуре. Все это ее собственные творения. После сегодняшней программы в ее гардеробе появится еще одна вещь. Это стильная юбка. Она ее сшила за то время, пока мы были на съемке. Я читаю журнал «Антенна Телесемь», чтобы быть в курсе последних новостей и модных новинок. Всегда под рукой удобная телепрограмма. Вкусные рецепты и идеи для семейного отдыха. Хорошо, когда мы вместе. «Антенна Телесемь» в продаже каждую среду. Поздравь меня! Наконец-то я нашла его! Идеального мужа! Правда, всего на час. Муж на час решит ваши проблемы. Заходите сейчас на мастерначас74.рф В памяти номер будет держаться 217-15-17. Говорят, чтобы семейный союз был крепким, паре лучше вместе не работать. Я с этим не соглашусь. У героев нашего следующего сюжета все переплелось. И танцы, и любовь, и спорт. В этом вся их жизнь. В спортивно-хореографической семье все болеют за одно дело. Юрий – судья-международник и тренер высшей категории по карате. Юлия – руководитель школы современного танца. Познакомились на соревнованиях. Юная студентка пришла посмотреть выступления каратистов. Юрий в то время работал уже тренером. Знаете, как говорят, о, романтическая любовь. Нет, я даже не думал, не гадал, что потом завяжутся отношения. Вторая встреча была в лагере на Тургайке. Там было свидание действительно. Он нас пригласил кататься на лодке ночью. Вот это была романтика. В их жизни многое переплетается. Схожие интересы, увлечения и даже работа. Хотя все могло сложиться совсем иначе. Когда они познакомились, Юлия училась на экономическом факультете. И параллельно вела группу по хип-хопу. Тогда она даже не думала, что когда-нибудь будет руководить танцевальной школой. На первых этапах я ей помогал, подсказывал, как работать с людьми, как их заинтересовать, как правильно выстроить тренировку, занятие. Вот она схватывалась у нас на ходу. Вот благодаря ему, наверное, вообще все осуществило. Сейчас команда Crazy Family – одна из самых титулованных. Ее воспитанники – победители и призеры международных чемпионатов и фестивалей по хип-хопу. На отчетных концертах они собирают огромные залы поклонников. Ежегодно проводят свой собственный фестиваль. Юлия полностью перешла на организаторскую работу. Юрий продолжает тренировать. Его спортивная секция «Мастер карате» и «Школа танцев» находятся на одной и той же площадке. Вообще очень здорово. У меня мальчики. В танцах очень много девочек. Мы когда ездим вместе на сборы, наши детишки друг с другом общаются. О том, что в подготовке танцоров и каратистов есть что-то общее, доказал их сын. То же, как и папа Юрий Юрьевич. 14 лет он кандидат в мастера спорта по карате и победитель многочисленных баттлов по хип-хопу. Маленькая Марьяна, так же, как и ее старший брат, успешно совмещает, правда, уже танцы и художественную гимнастику. Но папа все-таки думает и ее обучить нескольким боевым приемам. Человек счастлив, когда занимается любимым делом. А эти еще дела пересекаются. Это еще и любовь. Наверное, это законно. По закону идет все вот так. Мы друг друга дополняем. Оба счастливы. От этого счастливы наши дети. Ну а сейчас наш проект о моде, красоте и стиле, большие и красивые. Чтобы привлекать внимание, не обязательно иметь параметры 90-60-90. Нужно обладать харизмой и быть уверены в себе. Генеральный партнер проекта «Большие и красивые». Сеть магазинов «Большая мода». Неповторимая и такая разная. Ты с большой модой. Магазины «Большая мода». Свилинга 37, Кирова 4 и 40 лет победы 15. Вера Оленченкова всегда была кровь с молоком. С естественным румянцем и пышущее здоровье. Своей фигурой вполне довольна. Конечно, в последнее время ее размеры слегка увеличились. Но это нисколько ее не расстраивает. Она продолжает радоваться жизни. По поводу комплиментов я, наверное, их получаю каждый день. И не только, допустим. Ну, может быть, профессиональные подружки говорят иногда комплименты. Ну и глядя в зеркало, иногда замечаешь, что не совсем уж худший вариант. Вообще, я человек очень увлекающийся. За любую авантюру. Ну, вот, скажем так, из последних экстремальных я обучилась езде на машине, если можно так сказать. Поэтому я очень люблю скорость, конечно. Но в рамках того, что уже дама, скажем так, не юных лет, иногда приходится себя ограничивать в своих желаниях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!